Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мила Ляльева, и я шеф-редактор журнала «Теория моды» и редактор серии «Педотек» журнала «Теория моды». Это и то и другое издается издательство «Новое литературное обозрение», которое известно как НЛО. И в каком-то смысле мы и есть, мне кажется, НЛО. И сегодня вот залетели к вам. Очень надеемся вернуться еще раз, и сегодня я расскажу еще и про контекст, в который мы собираемся вернуться. Во-первых, журнал издается довольно давно, издается он на русском языке, является партнером американского журнала «Fashion Theory» и «The Journal of Dress» более-менее лучше. То есть мы, в общем-то, переводимся просто с английского «Теория моды одежды тела культуры». Коллеги наши основали журнал в 97-м году, соответственно, спустя довольно небольшой промежуток времени, в 2006 году, вышли первые номеры российского журнала. Сразу хочу сказать, мы партнеры, но мы не являемся точной копией журнала американского. Мы на партнерские отношения позволяют нам переводить статьи, которые публикуются в «Fashion Theory». Еще есть такой замечательный недавно появившийся собрат «Fashion Theory», «Fashion Practice» и там же издающийся журнал «Tech Style». То есть как бы такая триада, которая нас попитывает, когда мы чувствуем в этом необходимости. Необходимость мы в этом периодически чувствуем в зависимости от номера. Наверное, сегодня я немножко подробнее об этом тоже расскажу, как встроена эта динамика. Но вообще, если говорить о самой дисциплине, потому что журнал называется «Теория Мода» и, собственно, дисциплина, она так и называется «Fashion Theory», я понимаю, что довольно часто по этому поводу возникает разное количество вопросов и непонимания, зачем моде теория и о чем тут вообще можно теоретизировать. Но, тем не менее, в конце 80-х, 90-е годы в рамках большой области, которая известна нам с вами под названием «Cultural Studies» или «Cultural Studies» выделяется вот это направление, которое занимается модой, какими-то одежными практиками и телом. И вот это вот все, так или иначе, собирается вокруг вот этого нового совершенно направления, которое на сегодняшний день, в общем-то, кажется, является одним из таких динамично наиболее развивающихся. И в этом смысле журнал не испытывает недостатка в статьях, так же, как и серия тоже, в общем-то, у нас довольно бурно развивается. Что важного нужно сказать? Ну, наверное, важно сказать следующее, что интересным образом, это такой парадокс, потому что, когда говоришь «мода», ну, чаще всего, что вы представляете, когда, там, не знаю, географические моды у вас с какой страной ассоциируются в большей степени? Ну, помимо Армении. Вот Франция, действительно, да, потому что как-то традиционно сложилось, что и столица моды первая, да, большей, вообще, да, моды, это, конечно, Франция. Но интересным образом наука о моде, она появляется не во Франции, она появляется в англо-саксонском мире, то есть в основном это Британия и Америка. И вообще вся теория моды, это в основном такой, как бы, английский текст, да, то есть когда мы начинали журнал «Теория моды» в России, наша задача во многом сводилась к тому, чтобы перевести теорию моды на русский язык, да, потому что, естественно, да, там в российском контексте тоже уже существовали какие-то свои зачатки, естественно, очень хорошо развивалась история костюма, какие-то, да, теоретики вроде Ольги Вайнштейн, которые, собственно, во многом инициировало открытие этого журнала в России, в общем-то, уже этим всем занимались, но полноценной науки не было, и не было, соответственно, словаря, да, то есть и первым делом нужно было перевести все эти страшные слова с английского на русский. Я очень хорошо помню первые годы своей работы редактором, когда, да, мы думали, вот что нам делать со словом с артериальной, что нам делать со словом, это даже не английский, это еще и, да, там, латинские корни, вот это вот портняжное, вот что с этим делать, переводить как портняжный или оставить, или портновский, или оставить это просто с артериальным, решили оставить. Некоторые штуки оставили, фестиментарные оставили, много чего оставили как есть, но что-то все-таки перевели. И, да, вот тоже интересно, как новая дисциплина приходит на новую точку и обрастает какими-то локальными контекстами, локальными смыслами, и в этом смысле, да, например, любопутно, вот как бы развивалась теория моды в Армении. Может быть, да, может быть, да, и на эту тему мы с вами тоже сегодня поразмышляем. Мы сегодня позиционировали эту встречу как презентацию не только журнала, но и книжной серии. Действительно, журнал продается в 2006 году, и спустя 4 года мы начинаем издавать серию библиотеку журнала теории моды, потому что чувствовалось, да, что есть вот эта лакуна, которую нужно заполнять с теоретическими текстами, и журнал как будто создал уже и аудиторию соответствующую. И, собственно, в 2010 году мы запустили серию библиотек журнала Тюбри моды, которая открылась выходом классической работы Валерий Стил, Корсет, культурная история. И, ну, важно здесь все, да, Валерий Стил — это шеф-редактор американской фэшн-серии, Валерий Стил — директор и, собственно, куратор института костюмов Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке, и, собственно, да, все ее книги — это по большей части такие работы, которые строятся вокруг выставочных проектов, над которыми она работает. Ну, вот, например, Корсет — это последствия работы над выставкой Корсет, да, Парижская мода, соответственно, тоже, да, это итог ее исследовательской работы, кураторской работы, связанной с выставкой, посвященной Парижу. Готика — врачный гламур, которую мы тоже издали, соответственно, да, это ее исследование феномена ботики, который происходил и в рамках выставки, и в рамках, собственно, уже исследования. И вслед за Корсетом было издано большое количество самых разных книг, ну, здесь я, конечно же, не могла обойтись без того, чтобы не вспомнить наш бестселлер, да, пастуру всех времен и народов, потому что, действительно, эта книга, ну, самая-самая популярная, самая востребованная в серии, можно найти там объяснение, конечно, да, потому что, ну, цвет — это какая-то такая универсальная штука, про которую у всех есть что сказать и что спросить, не важно, где ты находишься, не важно, сколько тебе лет, и в этом смысле, кажется, вот такая востребованность таких цветных книг, она с этим связана еще во многом. Хотя пастуру — это не просто книжка про цвет, это, конечно, такая история цвета, именно история цвета, потому что, будучи историком, Мишель Пастуру в начале каждого дома, посвященного очередному цвету, говорит о том, насколько важно читать цвет исторически, да, потому что нельзя сказать, что этот цвет универсально, всегда и везде означает что-то одно. Какой бы цвет вы ни взяли, окажется, что в основном культурном контексте он означает что-то одно, спустя какое-то время в этом же культурном контексте он может означать что-то совершенно другое. И здесь вы можете, да, там, я не знаю, для примера, ну, не самый, может быть, простой, там, розовый цвет, который очень, считаю, такой гендерный, да, и долгое время ассоцировался исключительно с миром женским, девичьим. Кажется, что так было всегда и по-другому вообще быть не может. Ну, конечно же, розовый, он же такой нежный, да, вот это тоже интересно, когда мы будто бы оправдываем какие-то стереотипы, существующие вот в данный момент, в данной культуре, какими-то, да, универсальными, якобы универсальными конструкциями. Но, тем не менее, да, мы видим исторический розовый цвет, на самом деле, как бы начинает ассоциироваться с женским миром, ну, в большей степени после Второй мировой войны, связанное это было, во многом, да, с экономическими причинами, с какими-то маркетинговыми усилиями, с сделанными рядом людей, корпораций, да, там, в Западной Европе и в Америке. Посмотрите по этому поводу замечательный фильм «Забавная партажка Содри Хёберн», который открывается такой песенкой главной редактрисы некого модного журнала, который, очевидно, считывается как «Вог», который вот ищет тему номера, мучается, мучается, и потом вдруг находит какую-то помятую салфетку у себя на столе розового цвета и говорит «Все, стейнг пинг». Вот теперь мы будем думать по-розовому, и, значит, он пойдет на эту тему целую песню, при этом сама говорит «Нет, я ни в коем случае сама розовый никогда не надену, уж лучше я умру». Вот, то есть, видимо, это какая-то тоже алюзия к тому, что таким традиционным цветом модной индустрии и вообще, как бы, да, людей, которые занимаются модой, и теоретики, и практики, это, конечно, цвет черный. Да, здесь тоже можно было поразмышлять. Тоже интересно, можно проследить причины того, почему действительно черный, он как бы так, да, традиционно считается во многом профессиональным цветом индустрии, только ли в индустрии моды или окажется, да, что там, может быть, где-то еще какие-то интересные пересечения. И об этом, кстати, пишет по многому и Пастуро в своем томе, посвященном черному. Так вот, возвращаясь, собственно, к тому, с чего я начала, Пастуро призывает нас не, так сказать, выводить какие-то универсалии, а разбираться с каждым конкретным гейсом, да, и действительно прочитывать каждый феномен, который связан с цветом исторически. Но я предлагаю расширить это далеко за пределы цвета, потому что на самом деле мы можем говорить об истории эмоций, об истории ощущений, об истории чего угодно, да, потому что все меняется, мир меняется, человек тоже меняется. То есть, соответственно, восприятие, разумеется, тоже подвержено изменениям. У нас хорошая новость. Казалось бы, сегодня это очень мало, но вот нас порадовали коллеги из отдела авторских прав. Мы выпустим еще один том Мишели Пастуро. Эта книга будет посвящена белому цвету, да, то есть вот помимо черного, синего, красного и зеленого, есть еще желтый, который не вошел в эту подборку, но будет еще и белый, который выйдет уже в 23-м году, чему мы тоже ужасно, ужасно рады. Что интересно в связи с, вообще с серией, да, ну опять же, очень любопытно смотреть динамику, да, есть, например, какие-то книги, которые явно, да, там, выходят вперед, и на них, там, больший спрос, или какие-то, да, книги, которые, там, вызывают, может быть, меньше интереса. Ну, надо сказать, что, наверное, такого лидера, как Пастуро, найти вообще сложно, а вот что касается всех остальных публикаций в серии, то они более или менее ровно идут, и мне кажется, в этом смысле это говорит, наверное, о каком-то таком более или менее уже постоянном спросе на литературу такого толка, да, что, в общем-то, аудитория более или менее приучена, да, к работам, посвященным теории моды, и здесь я всегда тоже вспоминаю наш опыт, как раз связанный с некоторым таким, я бы не сказала, воспитанием аудитории, мне не нравится слово воспитание здесь, потому что она предполагает, да, некоторую такую дидактическую позицию нашу, но о какую-то работу с аудиторией, да, формирование какой-то аудитории в большей степени. Мы после выхода третьего номера журнала «Теория моды», что было в 2007 году, то есть журнал был год, и мы, видимо, были уверены в том, что года достаточно для того, чтобы, да, задевать какие-то глобальные истории, и мы решили провести конференцию. Конференция была посвящена феномену советской моды. Тоже отдельно интересная тема, потому что вообще была ли мода в СССР, и что это было, да, на самом деле, потому что мода в таком западноевропейском понимании, она, очевидно, противостоит, точнее, как бы противоречит тем представлениям, вообще-то, собственно, самой экономики, социалистического типа, да, где всё рассчитано вот на эти пятилетки и на план, и на план, и очевидно, что мода не ориентируется, разумеется, на такого рода конструкции, но всё-таки какого-то рода мода была, да, она была своеобразная. Джорджи Бартлетт, автор книги «Fashion East», «Призрак, который преследовал социализм», под призраком Джорджи Бартлетт имела в виду моду, потому что, несмотря на то, что, да, там, после 17-го года сказали, всё, мод это ужасный феномен, мы отказываемся от него и создаём что-то своё новое, уникальное, которое соответствует потребностям нового человека, ну, создали что-то весьма своябучное, я бы сказала, и Джорджи Бартлетт называла этот феномен, феноменом застывшей или замороженной моды, да, потому что она не менялась, да, как это, собственно, вот сегодня более или менее принято с точки зрения западноевропейской модели, и об этом мы тоже отдельно поговорим, является ли эта модель единственно возможной, да, или есть какие-то другие представления о моде, и, да, и здесь вечный спор, а вообще, мода, она за пределами вот этого западноевропейского мира, она существует, или, да, там, мы выезжаем за пределы, там, не знаю, США и Европы, и, вроде бы, она как будто бы заканчивается, там, как есть ли мода в Африке, и была ли мода в СССР, то есть здесь мы встаём, мы встаём перед необходимостью, как бы, скорее, переформулировать, может быть, наше представление о том, что есть мода, но давайте обо всём по порядку. Так вот, мы решили организовать конференцию, мы были очень гордые собой, организовали конференцию, и на площадке, да, в Москве у нас были замечательные докладчики, и они были примерно всеми слушателями этой конференции. Мы поняли, что мы, конечно, поспешили, что с аудиторией нам надо дальше работать, искать общий язык, потому что с модой вообще сложно, да, поскольку люди, ну, более-менее, с одной стороны, думают, что мода не нуждается ни в какой теории, потому что это несерьёзно вообще, какая нужна теория, но это всего лишь на все шмотки, в общем, да, купил, поносил, там, не знаю, перешил, дай бог, кому-то передал и, надеемся, очень не выбросил. Но, да, как же, какая теория? Есть те, которые говорят, ну, да, мода, конечно, всем всё понятно, это же одежда, ну, это шмотки, опять же, да, тоже, да, я всё понимаю, естественно, зачем, ну, или мне интересно, да, дайте я почитаю тексты, классно, теория моды. Слушайте, о чём вы пишете, я ничего не понимаю. То есть мы постоянно сталкивались вот с этим, с, видимо, да, с тем, что теория моды, она как будто бы пытается усидеть сразу на нескольких стульях, она, с одной стороны, пытается быть полноценной научной дисциплиной, со своим языком, да, со своими правилами, с другой стороны, она в силу своей природы же, да, апеллирует гораздо большему количеству потенциальных читателей, которые могут не всегда улавливать и не всегда до конца понимать какие-то теоретические конструкции, о которых мы пишем. И нам, с одной стороны, можно было, да, пойти путём, мы ориентируемся только на специализированную аудиторию, и нам всё равно, что про нас думают широкие читатели, тогда, да, делать какую-то свою такую очень нишевую историю, ну, научную, классную, нишевую, как это делает Fashion Theory американский журнал. Вот, но мы решили, что всё-таки, да, примем вот этот вызов, попробуем, попробуем сочетать в себе и научность, с другой стороны, постараемся, да, добиваться какой-то доступности. В нашем журнале присутствует некоторый микс, я бы сказала, да, и языковой, да, и с точки зрения регистра, и с точки зрения тона, и жанровый, потому что у нас не только исключительно, да, наручные статьи, но есть и эссе. Это тоже, мне кажется, очень интересная история, и я сегодня об этом ещё пару слов скажу, потому что, да, вот в последнем номере у нас таких статей несколько, и, в общем, понятно, почему. Так вот, вот это вот желание, да, совпасть и с запросами аудитории исследовательской, и с запросами аудитории, которой интересна мода, да, интересно в ней разобраться, и интересно немного больше, чем об этом пишут блогеры и модные журналы, ну, это было сложно, но мне кажется, у нас по большей части получилось, да, то есть в итоге у нас довольно такая разнообразная аудитория сложилась в России, и спустя ещё какое-то количество лет такую большую международную конференцию мы провели в 2016 году, и это, да, ну, это была аудитория больше этой в три раза, и она была абсолютно полной, это был полнейший аншлаг, и, в общем, было понятно, да, 10 лет хорошо поработали, всё, да, у нас сложилась своя аудитория, отлично, двигаемся дальше. В прямом и в прямосном смысле. Это я ещё, да, какие-то наши книжки, обложки, точнее, этих книг здесь поместила. Очень важные, вообще важные работы американского искусствоведа Энн Коллендер, мы практически все её работы издали в нашей серии, потому что она тоже такой пионер теории моды, но вот как бы в рамках, да, такой искусствоведческой линии, потому что теория моды – это исключительно, конечно, такая междисциплинарная история, да, поэтому, когда вы посмотрите, например, да, на авторов и книг, и на авторов нашего журнала, вы обнаружите в их описаниях принадлежность к очень разным дисциплинам. Ну, я, например, не теоретик моды по рождению, да, я училась на филологическом факультете, закончила, написала диссертацию по филологии, и вот только после этого начала двигаться в сторону культурных исследований, да, и, соответственно, теории моды. Ну, понятно, что я, ну, скажем, в моём возрасте, по-моему, странно, было бы презентовать на бакалавриат или на специалитет в области моды, его просто не было на тот момент. Ну, и сегодня, да, бакалавриата прямо по теории моды не существует, мне кажется, его вообще нигде нет, магистратура уже есть, и это тоже понятно, потому что чаще всего в магистратуру и, соответственно, да, там, в декоратуру по теории моды приходят люди из других дисциплин, которым интересно, да, одежда, мода, интересность, там, и поскольку все эти темы не лежат в области одной дисциплины, да, там, я не знаю, экономики или, там, биологии или искусствоведения, ровно в силу этого теория моды, она, в силу своей природы, она и находится посередине очень разных дисциплин, и среди авторов теории моды есть историки, культурологи, экономисты, филологи, да, действительно, филологов, Ольга Вайнштейн тоже филолог по образованию, ну, много кто есть, я сейчас, да, там, антропологи, конечно, этнографы, то есть вот целая, целая такая, ну, огромная, на самом деле, семья, да, поэтому здесь, в общем-то, да, такая вот междисциплинарность, мне кажется, тоже источник такой витальности теории моды, да, и какой-то такой жизненной энергии, и в этом смысле я с надеждой смотрю, по крайней мере, в будущее теории моды. Это, да, такие одни из самых, ну, относительно недавних наших публикаций, которые, да, вот тоже, опять же, они заходят на территорию с очень разных сторон, да, вот территория моды, это вообще такая любимая моя работа Луис Крю, географа, кстати говоря, по своей траектории образовательной и исследовательской, и она как раз исследовала моду с точки зрения географии и те изменения, которые сегодня происходят, точнее, уже довольно давно происходят, да, в связи с нашим, что ли, включением в карту моды, в том числе тех областей, которые традиционно из нее были исключены, поскольку до недавнего времени мода ориентировалась исключительно на центры моды, да, точки притяжения для потребителей моды, да, то есть ее в основном науку о моде интересовала, ну, скорее, такая парадная сторона моды, да, шопинг, потребление, вот все эти точки, да, которые фокусировались вокруг привычных столиц, вроде там, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Японии. С недавних пор, скажем, да, так, с десятых годов вот эта традиционная, традиционная оптика, она начала изменяться, да, и помимо вот этих вот центров моды нас начало интересовать не только то, где вещи продаются, а нас наконец-то начали интересовать вопросы, которые касались того, а где они появляются, где они производятся. С территориями моды вроде бы мы с вами разобрались, да, это тоже такая, ну, где колонизация, что ли, в области модной географии. Костюм как часть сценического действия, это вообще такая довольно революционная работа, поскольку Донателло Баргери впервые среди исследователей, среди исследователей сценического действия, да, обращает внимание на костюм, как на такого, на такое самостоятельное действующее лицо, да, и, собственно, посвящает ему целую, целую монографию. Экспериментальная мода замечательная, да, посвящена в большей степени, да, каким-то таким альтернативным, альтернативным увидению телесности и моды, начиная с 80-х годов прошлого века. Ну, костюм супергероя, мне кажется, говорит сам за себя, это тоже отдельная тема, ужасно, мне кажется, интересная, потому что что есть, да, костюм супергероя? Только ли вот этот вот забавный, обтягивающий аутфит, в котором вдруг, да, супермен становится суперменом, и бэтмен становится бэтменом, или это может быть худи, да, в которой ты чувствуешь себя невидимкой и, в общем, да, способным перемещаться в пространстве и делать что-то незаветное для окружающих, а может быть, для кого-то, да, такой костюм супермена вполне себе, говорит, повседневная одежда, да, в которой себя чувствует комфортно, то есть вот это тоже, да, мне кажется, очень интересная штука, размышлять на тему одежды, как доспехов, потому что для нас, конечно, это, ну, то, что нас защищает, оберегает каждый день, старается изо всех сил, так что нам надо точно совершенно вспомнить, как пришить пуговицу, зашить дырку, чтобы ответить своей одежде тем же. Это наши новинки, вот прямо сейчас, да, мы представили практически, ну, буквально несколько дней назад, почему женщины носят то, что они носят, и я сразу прошу прощения у мужчин, которые присутствуют в аудитории, отсутствие мужчин в книге Удвард объясняется несколькими причинами, ну, потому что, во-первых, она опубликовала эту книгу больше десяти лет назад на английском языке, и, в общем-то, да, на тот момент... Мужчин еще не было. Модных мужчин, модные мужчины были, но их было меньше, наверное, чем... Ну, или точнее, тех мужчин, которые готовы были поговорить об одежде, о своей, да, какой-то такой любви к одежде, признаться в этом, наконец-то, после долгих лет, да, сокрытия этой тайны от окружающих. Ну, и, конечно, да, в силу, наверное, исследовательского метода ей было просто сложно проводить глубинное интервью, там, не знаю, в спальнях мужчин. Ну, и потом, да, София Удвард, она, конечно, исходила из такой очень феминистской перспективы, ей было действительно важно показать, что одежда является очень важным способом высказывания для женщины, а не просто шмотками, да, бессмысленными. Вот, и она, да, вот, сделала такую очень важную работу, которая стала во многом пионерской в области так называемых гардеробных исследований, да, это целое такое направление, когда вы исследуете, там, не знаю, свои гардеробы, гардеробы своих респондентов, да, на предмет причин, почему мы покупаем вещи, причин, почему мы храним определенные вещи, например, их не носим, но все равно их храним. Причин, почему у нас возникает непонятное, да, сложно объяснимое чувство беспокойства каждый раз, да, когда нам нужно что-то надеть, и почему, да, там, нам никогда нечего надеть, точнее, всегда нечего надеть. Так что осмысление моды – это сборник, сборник статей, где авторы проходят по всем теориям, которые так или иначе актуальны для теории моды. Как я уже говорила, теория моды междисциплинарная, она задействует очень, да, такой многодисциплинарный такой инструментарий, и поэтому очень разные теории, включая, там, начиная от психоанализа и заканчивая, заканчивая, там, какими-то исследованиями телесности, они так или иначе включаются в процесс осмысления моды. Очень важная книга. Вышла слишком поздно, она, как мне кажется, да, лучше бы, она вышла лет 10 назад, когда мы, да, только начинали, но, с другой стороны, можно обернуться назад и осмыслить, ну, и осмыслить то, что происходит сейчас. Так что всем рекомендую, если делаете такие первые шаги, что ли, в области теории моды. Что касается журнала, чтобы, да, о нем-то не забыть, потому что все-таки журнал, книги – это классно, да, но журнал – это то, что выходит 4 раза в год, это, скорее, то, что фиксирует, ну, такой пульс, как бы, жизни, дисциплины. И мы с самого начала существования журнала «Теория моды» пошли по такому пути, тематической организации номеров. Это отличалось от того, что делали коллеги в «Фэшн-серии», но нам показалось, что это очень важно, потому что сразу формирует соответствующий контекст, да, то есть, например, мы, там, сделали номер, посвященный частям тела в «Теории моды», да, где обратили внимание на то, как мода осмысляет разные части человеческого тела, да, начиная, там, от волос, шляпок до кассетов, не знаю, там, что у нас еще было, очень много написали про обувь, про ноги и много чего другое. Но я, пожалуй, вспомню сегодня несколько, которые мне как-то на сегодняшний день кажутся самыми важными, хотя вышло вот у нас уже 66 номеров, и мы практически сегодня ночью сдали 67-й, вот, и среди этих 66, они все, конечно, важны, но мне вспомнились сегодня несколько, но вот очень важный для меня, важный для меня выпуск 50-й, он как будто бы заиграл новыми красками после 24 февраля, потому что он был посвящен моде в трудные времена, и в том числе, да, там была опубликована замечательная статья британской исследовательницы Ребекки Арнольд, которая как раз анализировала фотографию модную в 40-е годы в Британии, потому что в Британии, да, в 40-е годы выходил бог вполне себе, продолжал выходить, и она смотрела вот на эти фотографии и пришла к такому парадоксальному выводу, что на этих работах Ли Миллер и Сесила Биттона мы видим, как противопоставлено что-то, что традиционно рассматривается нами как мимолетное, эфемерное, приходящее, да, и легкомысленное, да, и противопоставленное тому, что традиционно рассматривается как построенное на века, да, из камня, вечное, то есть архитектура, которая лежит в руинах, и одежда, которая на самом деле, да, вот оказывается, так сказать, способна противостоять вот этому хаосу и катастрофам, да, потому что, ну, человек сопротивляется разными способами, что-то находит, да, какую-то тряпочку, которую может накинуть в самые сложные времена. И в этом смысле мода, она оказывается по-настоящему, да, такой цивилизационной практикой, да, потому что она нам позволяет, как вот ни странно, да, кажется, ну, моды, ну, кому вообще кое-нибудь дело, когда, да, когда, там, не знаю, за окном все рушится, но на самом деле мода, она позволяет во многому человеку оставаться человеком, да, и вот этот вот базовый уход за собой, когда мы надеваем на себя одежду, когда мы о себе забротимся, заботимся о других, да, там, зашиваем какие-то дырочки, это же на самом деле, да, какой-то невероятно мощный гуманистический механизм. И мне кажется, я просто, да, ну, как-то в таких ситуациях думаешь, ну, что ты занимаешься теорией моды, а потом, да, я занимаюсь теорией моды и буду дальше ей заниматься, потому что это про очень важные смыслы. И, кстати, вот все эти истории, связанные с ремонтом, да, одежды, с уходом за одеждой, это тоже, мне кажется, очень важная тема, которая вот на сегодня, она совпадает и с парадигмой устойчивости, про которую мы все с вами знаем, да, потому что нас учат, да, как-то меньше покупать, заботиться о том, что уже есть. Есть в этом какой-то дидактизм, да, который нас немножко раздражает, вот когда нам, там, производители без конца об этом говорят, и весь этот гринвошинг, на самом деле, да, который они используют, тоже, в общем-то, вызывает большое количество вопросов. Ну, мне кажется, да, здесь нужно просто сформулировать для себя, да, какую-то позицию, которая бы, с одной стороны, включала, ну, вот эта потребность все-таки в том, чтобы одеваться, одеваться классно, но, с другой стороны, да, может быть, делать это, ну, в более таком, что ли, осознанном варианте. Ну, опять же, да, там, отказываться вообще от покупок было бы странно, тем более, что часто мы покупку рассматриваем, да, в категории такого подарка семье, да, какого-то такого радостного момента. Ну, вот вам и устойчивость пришла, прилетела устойчивость. Мы действительно сделали два выпуска, 52-й и 53-й, которые посвящены были моде и вопросам устойчивости, посмотрели, да, на это с разных сторон и, прежде всего, оценили, ну, точнее так, да, проанализировали вообще, насколько вот эта вот парадигма устойчивости, которая вообще-то ориентирована на медленное потребление. А мода — это, прежде всего, новизна, быстрота, смена трендов, как они друг с другом соотносятся, да, это говорит о том, что нужно переосмыслить, получается, да, вообще, как бы системно представление о моде и, соответственно, переориентировать ее вот с этой вот быстрой модели на более замедленную модель. Очевидно, что мы самостоятельно это сделать не можем, да, потому что перекладывать здесь всю ответственность на потребителей исключительно, да, которые должны просто перестать покупать вещи, это, по меньшей мере, несправедливо, и вообще все эти процессы, они требуют как минимум двух участников, да, это, так, называется, takes two, да, и производители, и потребители, ну, видимо, да, в какой-то точке нам нужно будет всем договориться, если это получится, посмотрим. Кстати, тоже про выпуск 52 и 53 интересный вопрос своевременности. У британских, у американцев, ну, ситуация такая, журнал американский, потому что главный редактор у американкова Валеристин, но при этом его издает британское издательство, сначала это был Блумсбери, потом это стал Тейлор и Фрэнсис, там бесконечно меняются издательства. Так вот, они сделали выпуск, посвященный устойчивости еще в 2009 году. Мы тогда существовали всего три года, и в России на тот момент, да, еще шло вот это вот, шло это время, да, насыщение, естественно, после, да, периода отсутствия примерно всего, и говорить с людьми об устойчивости, о том, а давайте-ка ограничим вообще потребление, вот в этот период было немного, наверное, не своевременно, ну, еще, да, не сформировался язык, не сформировался соответствующий контекст. Мы, конечно, потихонечку что-то публиковали, естественно, уже на тот момент и в России, и везде появлялись какие-то инициативы. Но вот мы спустя, наверное, лет пять только сделали такой выпуск, причем не один, а сразу два. А до этого еще сделали с нас со странами Северной Европы совместный выпуск, который тоже во многом был ориентирован на устойчивость, потому что в этом смысле, конечно, именно Северная Европа, она лидирует, потому что им, ну, и с точки зрения, наверное, переориентированности собственной экономики, как-то проще, да, сделать это, потому что сейчас они активно обсуждают вопрос о том, чтобы принять ряд законодательных инициатив, которые, ну, как бы, да, вот эту, микропорируют эту модель устойчивости в производство, да, то есть уже не будет возможности, да, как-то, так сказать, делать иначе, чем вот так. Ну, есть в этом некоторые, да, некоторые такие тоже ограничения, но вот эти ограничения вызваны вынужденные, ну, это вынужденные меры, вероятно, о которых тоже, естественно, нужно говорить, потому что я вот люблю со студентами проводить такое, знаете, упражнение, вообще очень люблю гардеробные упражнения, вам тоже советую, это хорошая такая, знаете, такая персональная тоже тренировка, во-первых, можно ввести гардеробный дневник в неделю, чтобы вообще понять, чего вы носите, почему вы это носите, и потом как-то оценить, да, что вам приносит удовольствие, что совсем не приносит удовольствие, в чем вам хорошо, в чем вам не очень хорошо, какие вещи вообще не востребованы, например. А есть еще упражнение, да, когда я прошу разобрать гардероб, это бывает некоторым сложно, некоторым просто, разобрать на три кучки, ну, три может быть мало, но те вещи, которые вы носите часто, да, те вещи, которые вы носите редко, те вещи, которые вы носите вообще. Ну вот, давайте попробуем с вами прикинуть, вот сейчас прикинули все свои гардеробы в образе или там, в ужасе, голодать всем, сколько примерно процентов попадает, вот, вообще не ношу? Ну вот у вас бы сколько попало? Большая часть одежды у меня 20. Больше, 20. Значит, у вас довольно активный, да, гардероб. Оля, большая часть одежды. Ну, носится, 50% носится? Да. Больше носится, 70% носится. Я просто не смолваюсь от всего, что ли. Вы все носите, да, это тоже, как такой менеджмент гардероба, потому что сейчас все-таки люди лучше понимают, как это вообще может быть все устроено, да, если у меня произошло захламление, я его переберу и отдам часть. Некоторые легко расстаются с вещами, я, например, очень тяжело расстаюсь с вещами, потому что я рассматриваю свои вещи, как архив. Это, да, это у меня, знаете, это я знаю, это такой, как бы, мне нравится, это моя кориторика, извиняюсь, я себя сама, как бы, оправдываю, да, что у нас такие заль. Я знаю, что это слово «Плюшкина». Гоголевские «Плюшкин» — это архив. Да, это архив, точно, «Плюшкин», это архив, да. Ну, вот, да, теперь, конечно, теперь же все бренды, там, говорят, архивные наши ткани, вот я теперь беру, это мой архив. Ну, на самом деле, если серьезно, да, действительно, открываешь гардероб, и видно, как ты менялся. Ну, вот, например, я, я менялась, да, я там, не сразу стала делать то, что, и носить то, что я ношу сейчас. И тоже очень интересно, как, ну, как цветовая гамма меняется, как у меня очень размер менялся на протяжении жизни, еще у меня металл туда-сюда. Да, тоже, да, конечно, хочется избавиться сразу от тех вещей, которые, вроде бы, да, тебе сейчас не нужны. А кто его знает? Жизнь — предсказуемая штука, может, еще и пригодятся. Ну, и вообще, да, мне... Ну, опять же, это не самый, наверное, такой достойный способ вести, хранить гардероб. Ну, в общем, если всю эту историю свести к тому, о чем я сейчас говорю, где-то процентов 70 гардероба, ну, не у всех, конечно, да, все зависит, такой находится в более-менее пассивной фазе. То есть носим мы по большей мере, ну, в отличие, да, тех, кто, кому удается все-таки, да, задействовать весь гардероб, или, там, 50%, или, там, наоборот, 70% задействовать. Так вот, от этих 70% нам нужно, по идее, всей планете избавиться, да, чтобы, ну, хоть какой-то был шанс на то, что мы не закончим свою жизнь вот в этих горах одежды. Кстати, здесь тоже, да, вот есть масса каких-то, я бы сказала, затыков, потому что нам как кажется? Ну, вот, я сейчас соберу вещи, которые я не ношу, я их передам куда-нибудь, в какую-нибудь благотворительную организацию, а как происходит, например, ну, в той же Северной Европе? Мы соберем сейчас вещи и отправим в бедные страны Африки. Отлично, отправили в бедные страны Африки. Что происходит в бедных странах Африки? Во-первых, из-за вот этого обилия, вот этого мусора, который приходит из Европы, у них погибают местные производства и какие-то локальные, да, практики. Второе, ну, большая часть этих вещей не востребована вообще, то есть это легальный, при этом еще невероятно благородный способ перевести вещи из одной страны в другую, которую ты неизбежно превращаешь в полигон. Ну, вот, да, тоже вопрос, да, про секонд-хенд? Попросить можно? Да, конечно. Вообще, вот, что касается секонд-хенда, это все, наверное, не только Африки, потому что, если смотреть на Польшу или Венгрию, или даже Эстонию, Латвию, это просто странно секонд-хенда, там в каждом доме, это самый популярный бизнес, да, в каждом доме есть секонд-хенд, и все одеваются только в секонд-хенде. Никто, ну, то есть, конечно, наверное, в госмагазине, понятно, но это так популярно. Да, ну, просто посылать пуховики и в Африки, да. Да, пуховики в Африки, да, да. Пуховики посылать в Африки. Я понимаю, что речь немножечко о том, что действительно иногда вот под таким брендом для вывески благотворительности будут называться достаточно своеобразные, скажем, меты, которые не очень вас ремонтны в локальных, и тогда, да, будет такая свалка, как у пуховиков, а надо было их в Эстонию, тогда... Нужно распределение. Ну, вот, интересно, а... В качестве подушки в Африки сидят. Ага, ну, может быть, да. Ну, хороший подход сразу. Да, 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 сразу, редизайн. Чударно. А насколько вообще распространены секонд-хенда здесь? Ну, мало очень. Здесь очень мало, и я извиняюсь, наверное, лучше, что бы вы сказали. Ну, вот, в Питере, в Москве, например, да, понятие секонд-хенда, это вот нормально, много денег ты идешь, покупаешь, у нас нет такого понятия, как секонд, ты пошел, закупил все в секонде. Ну, нет такого просто. Типа, почему? Здесь секонд-хенда воспринимается в оксиданный бищи. Да, да, да. Ага, то есть по-прежнему есть вот это... Да, актер очень-очень жесткий, поэтому даже если вы что-то купили в секонд-хенде, не скажете. Ну, сейчас вы раскрывали так. Чтобы я нашла таким образом, чтобы не будет секонд-хенда, но не за что. Ну, есть ли партия, которые занимаются тем, что берут старую одежду, и если получать сериалную меру, то передают тебе благотворительность. Ну, это благотворительность, это такой запасок благотворительности, он очень устойчивый. Пойду сказать, что вы что-то взяли в секонд-хендах. Ну, тоже интересно, да, как это меняется, потому что, вот, например, я могу говорить про контекст российский, где тоже это было, да, у нас был период, когда у меня мама партниха была в советское время, это нелюбимая моя история. Наверное, да, поэтому я ничего не умею делать руками. Ну, да, теоретизирую. Да, исключительно теоретизирую. Когда твое детство прошло в большом ширине машинки, да, и все было всегда в нитках, то да. Но, в общем, дело не в этом. На самом деле, она была очень успешной партникой, да, то есть в городе родном, в котором я жила, у нас просто, да, вот, у нее были всегда очереди клиентов, я помню, как я мерки ей помогала снимать, колола булавками клиентов, тоже отдельный фан. Вот, и в 90-е годы, когда начался приток товаров из Турции и Китая, мама потеряла вообще всех клиентов, да, просто вот все, как бы, да, это был период нищеты для семьи, потому что никто не хотел сшитая, сшитая, да, своими руками, да, нужна была фирма, нужна была фирма обязательно, да, и это был, да, такой период 90-е, ну, и вплоть до 2000-х, естественно, все это продолжалось, а потом потихонечку, да, опять начались вот эти процессы интересные, да, когда желание, как будто бы, да, немножко отличаться от других, оно привело людей и в секунды, и в какие-то еще, да, каким-то еще практикам, которые позволяют немножко индивидуализировать облик, как-то, да, закастомить какую-то свою, может быть, да, какие-то вещи, которые могут перекликаться с вещами окружающих людей, то есть это, наверное, да, тоже требует какого-то времени определенного, хотя, не знаю, тоже контексты, наверное, зависят. Интересно, кстати, это тоже изучить и попробовать, попробовать открыть какой-нибудь поп-ап, знаете, стор и посмотреть, будет ли народ, придет ли, потому что, очевидно, да, этому нужно какую-то добавочную стоимость добавлять, да, что там символический капитал у этого всего должен быть соответствующий, чтобы это стало действительно таким, востребовано. Ну, в общем, да, это такой, мне кажется, вопрос интересный, вообще динамика, как это все происходит и происходит ли вообще, это любопытно. И, конечно, все эти тоже форматы и жанры, они, мне кажется, зависят очень от локального, от локального контекста. Ну, и тоже важный для нас выпуск, 59-й выпуск, посвященный моде и декоративному повороту, это как раз вот то, о чем я говорила, да, это когда вот это вот все-таки, да, отношение, попытка накладывать такой западно-европейский и североамериканский концепт моды на все практики вокруг, и, соответственно, да, там, определять, мода это или не мода, он грешит, конечно, своими ограничениями. Ну, и все это так или иначе тоже связано с переосмыслением географии моды. И, ну да, потому что, собственно, люблю очень цитировать Анжелу Янсен, которая как раз была одним из редакторов американской теории моды, которая собрала этот спецномер. Она написала в своей статье «Моды и фантасмагория современности» «Пока у львов не появятся собственные историки, история охоты всегда будет прославлять охотника». Ну, действительно, да, мы знаем об истории охоты с точки зрения охотника, и, соответственно, мы знаем об истории моды с точки зрения, да, там, как бы, да, там, центральных фигур. Вот у нас есть дизайнеры. А кто работал, да, там, где шилось и так далее, да. Вот как только мы начинаем немножко свою оптиму, так сказать, немного, да, как бы, скажем так, корректировать, то начинают слышаться другие глаза, мы видим другие какие-то, да, феномены, которые раньше в наш фокус вообще не попадали. Кстати, Анжела Янсен приедет на конференцию 1-2 июня сюда, в Армении, я немножко подробнее поговорю об этом чуть позже. Ну, на излете пандемии, которая вроде и не закончилась, конечно, все еще, но мы сделали специальный выпуск, посвященный моде и тактильности, и он практически не содержит статей из американской теории моды, потому что он полностью собран из специально написанных по соответствующему полу статей. И здесь речь идет и о, естественно, каких-то повседневных практиках ношения одежды, поскольку нам, конечно, да, невероятно важно не только, что на нас надето, но и как это ощущается. И кажется, да, что, может быть, это становится все важнее и важнее. И, кроме того, да, интересно тоже было разобраться с тем, насколько тактильная составляющая важна, например, в практиках производства одежды. Потому что я помню, как раз, да, тоже в период пандемии мы продолжали, естественно, в Зуме учить и практиков тоже, что было таким своеобразным вызовом. И одна из студенток, никогда не забуду, как раз в период такого жесткого локдауна, но он был у нас в Москве сколько длился? Три месяца, по-моему, в отличие, да, там, от страны Европы. Это, может быть, не так долго, но хватило некоторым нашим студентам. И одна студентка, которая как раз была оторвана вот своей студией, не могла туда ходить, а дома что-то такое собирала и делала по проекту. Она мне призналась, что она ходит по дому очень часто и просто трогает разные поверхности, чтобы, да, вот не утратить это ощущение материальности и материального мира. Да, и вот кажется, какая ерунда, да, но мы на самом деле бесконечно трогаем что-то, да, не только одежду, но и какие-то другие поверхности. И в этом смысле нам это важно для тоже такого проживания человеческого опыта. 64-й выпуск как раз был посвящен практикам ремонта, и это и совпало, как я уже говорила, и вот с этой историей, связанной с лабораторией исследовательской. Мы смотрим и на visible mending, да, то, что сейчас в дизайне моды активно, собственно, присутствует, такой видевый, следы видимого ремонта, там, не знаю, всякие зашитости, заплаточки и так далее, да. Вот как происходит тоже легитимация всех этих процессов, тоже любопытно, с чем это связано, когда это начинается. Начинается, конечно, не вчера, да, это начинается еще в 90-е годы прошлого века, когда очень многие дизайнеры, там, не знаю, может быть, вы наверняка слышали имя Мартина Маржеллы, да, который, собственно, начинает активно тоже включать в моду то, что раньше в нее не допускалось, и, скорее всего, связано с понятием несовершенства, изъяна, и вот эти, да, там, пятна, дыры, ну, еще и японцы тоже, конечно, здесь поработали в 80-е. И я просто очень, да, то, что сдано ночью практически, 67-й выпуск журнала «Теория моды», посвящен моде, одежде и текстиле, как эмоциональной практике, да, и это очень любопытный такой у нас получился номер, как мне кажется, потому что он посвящен огромному успеху вопросов, начиная от того, как страшно одеваться и выходить на улицу, вот, и, кстати, первая же статья, не статья на самом деле, а серия набросков Ольги Вайнштейн, которая вот собирала эти наброски всю свою такую исследовательскую жизнь, вот я и предложила их опубликовать, так вот, в этих набросках есть целый блок, посвящен страхам и моде, и как раз речь идет о страхе выхода, и она описывает, да, вот чего мы боимся перед тем, как выйти. Вот мы оделись, смотрим в зеркало, вы чего-то боитесь? Да, бывает, да. Чего? Что на меня не так посмотрят. Осуждение? Да. Да, боитесь осуждения, и как будто, да, вы при себе воображаете, у вас есть воображаемый другой встроенный где-то, да, там, вот, и вы смотрите на себя, и там смотрите на себя глазами другого, мамы, или там еще какого-то. Мама же, не знаю, некоторые мамы, да, тогда бабушки говорили, ну как ты можешь сочетать кроссовки и платье? Я никогда не забуду, я была в примерочной магазина, да, люблю подслушиваться, извини, это мое исследовательское такое хобби, вот. Девчонки подбирают что-то там на выпускной, мне кажется. И одна говорит другую, слушай, была бы моя воля, я бы надела просто костюм, пиджак и брюки, и пошла бы, и кроссовки. А другая говорит, а почему нет? Бабушка не поймет, и потом было понятно, что ей-то хотелось, но бабушка, она пожалела бабушку, купила платье, говорит, но я попробую все-таки под него кроссовки надеть, вот, может быть, бабушка как-то, да, переживет это. Да, осуждение, чего еще мы можем бояться? Не обязательно кого-то, да, мы можем чего-то бояться. Мы же не видим себя со стороны, мы не можем, знаете, может быть, это помнется, что он не беспорвется, но это беспокойство. Да, беспокойство, да, что где-то там может быть какая-то дырочка или еще что-то, или, не дай бог, что-то разойдется. Ура, да, сессивно. Да, например, слишком оделась, да, слишком нарядная. Или наоборот, слишком не, да, как-то вот не дотянула. Я пошла на свадьбу в спортивном костюме. На свадьбу в спортивном костюме, да. Да, блин, да. Нам сказали, мы идем в лес на костюм. Ага. Вы были невесты? Нет. Тогда все хорошо. Тогда я бы знала, но даже к счастью была еще одна девочка с спортивным костюмом. Мы держались вместе, потому что все с нами пишут, что костюм в лес, в жемчугах, значит, в плях. Значит, они странные. Они странные, не знаю, но даже мой партнер как бы оделся нарядно. Я говорю, слушай, ну уже есть темный костюм, но это же свадьба. Это же свадебный костюм. Это же свадебный костюм. Ну ты ладно. Это было бы косо, что это я просто. Было бы хорошо, если бы они сделали один дресс-код для всех. Ну да, конечно, предупредили бы, да. Потому что это свадебный лес, что у нас не будет. Ну да. Да, это не очень сильное вещь все-таки. Ну да, мне кажется, дресс-код и какое-то понимание дресс-кода заранее, да, но вот есть в этом все-таки какой-то... Мне кажется, люди изначально придумали дресс-коды, с одной стороны, чтобы, так сказать, действительно как-то структурировать общество, но с другой стороны, может быть, минимизировать беспокойство. Вот тебе написано white tie, там black tie скорее, white, вряд ли, black tie. Ты более-менее представляешь, ну, значит, смокинг, бабочка и идешь спокойный. Вот, давайте, вот как-то не дали вам сказать. Да, давайте, но вот здесь, что вот, ну, слишком черный, это вообще, ну, слишком черный, да. Слишком черный, да. Слишком белый, слишком черный, слишком розовый. Свети, и ты думаешь, как-то надо разбавить. А, total look, страх total look, да. А если что-то добавил, а вдруг что-то не то добавил. И еще, да, не знаю, там, ну, там, где-то там, может быть, что-то, мы не видим же сзади, действительно, мы же фронтально себя видим. Или, дай бог, или просвечивается, да. Или там летом слишком короткая. Ну, мужчины, не знаю, мужчины, может, в шортах, да, там, мой вес, в шортах. Да, или там нижнее белье просвечивает. Ну, то есть, погода, вот, например, сегодня, да, я оделась, вышла, мне пишет коллега, который сейчас здесь, там, очень ветрено. Ты взяла с собой платок. И я начинаю думать, боже мой, у меня нет платка, такой платок, зачем он мне? Видимо, чтобы у меня, не знаю, моя прическа, которая там с платкой. Я сегодня иду, у меня просто вот так волосы. Вот, тоже, да, вот только вот такие, ну, слушайте, после этого выйти, вот, как после этого выходить на улицу? Страшно, страшно жить, страшно одеваться, страшно не одеться, что делать? И вот, как будто бы, да, действительно, одежда сопровождает человека с рождения и, в общем, и вообще до самой смерти, да, то есть ничего к нам так близко не прилегает, как одежда. Она с нами всегда, и в этом смысле, конечно, наши отношения с одеждой невероятно эмоциональны. И когда я думала тоже над этим номером, да, там, писала письмо редактора, да, у нас же есть какие-то вещи в гардеробе, которые мы называем, там, это мой, там, не знаю, счастливый что-то, да, вот надеваю, все классно. Да, или, там, не знаю, вот известный тоже пример такой пластью-платье-отмещения, да, ну, не у всех, а у принцессы Дианы, но у некоторых тоже что-то свое есть, да, бывшему покажу во всей красе, вот, себя, как я, да, не страдаю, как мне хорошо, да, или, там, я не знаю, передающиеся какие-то вещи, вот, из поколения в поколение. И какая-то забота о них, это же тоже эмоция. У меня коллега, я собирала во время как раз локдаунов тоже какие-то заметки про одежду, и одна коллега, которая вынуждена была уехать из страны, где она там работала, преподавала, вернуться домой, она призналась мне, что очень скучает по своим кашемировым свитерам, которые остались одни в гардеробе, вот в той квартире, в другой. То есть вот как, по кашемировым свитерам, как они там? Ну что, моя сестра из Киева звонит и говорит, что я скучаю по кашемировым свитерам, оставленную в Киеве, она уехала. Вот, мне кажется, да, мы часто... Она стесняется, это очень глупо. Нет, мне кажется, это очень человеческие. Ну, у них чемодан свитеров. Да, и кто о них позаботится, да, вот они там лежат, бедные, они без меня. У меня у вас деньги в такой коробочке расческой для кашемировых свитеров, поэтому... Вот. Расческой, да, свитерам. Конечно, да, есть же у нас какие-то еще и... Ну, а с другой стороны, да, там, что-то разошлось перед важным собранием. Не знаю, там, порвался, не дай бог, там стрелка на колготках. Раньше так это вообще, да, катастрофа. Сейчас, ну, можно сказать, ну, это у меня панк такая деталь. Да, у нас сейчас какие-то все-таки, да, менее такие жесткие требования, ну, можно, да, там, пятнышко на, да, тоже там, на футболку пьешь кофе, хоп, все. Идешь, думаешь, так, скажу, что это дизайн. Вот. И в этом смысле, да, казалось бы, у нас немножко более такое инклюзивное, что ли, расслабленное пространство, но, в общем, нет. Это носок принца Чарльза. Точнее, короля Карла Третьего, по-моему, да, он, Карл, Карл Третий. Это известный, да, такой мини-модная катастрофа на королевском уровне. Он разделся, разулся перед входом в... Боже мой, мозг. Завон, наверное. Ну, в мусульманский... Мечель. Мечель, да, прошу прощения. И он, да, и он, да, все сразу, естественно, заметили дырку на носке. Вот, и эта дырка обошла все, вообще, газеты, медиа мира. Вот, да. Катастрофа или нет? И, с другой стороны, да, вот это ощущение, что у нас слишком много вещей, да, мне стыдно, ужас, какой кошмар. Купить новую вещь, никому не скажу, купила, никому ни за что не скажу, да, порадуюсь. Или какие-то фантазийные вещи, которые мы покупаем, но знаем, что носить точно не будем, потому что это, как бы, не соответствует моему образу. Но мне так хочется, да, чтобы у меня было буа дома, например, и я буду в нем ходить, да. Или некуда. Или некуда. А когда-нибудь, а вдруг? А вдруг настанет момент, и можно будет надеть. Поэтому скатливаются вещи. Например. Да. И, кстати, очень интересен феномен еще и отпускного гардероба, да. Вот, что мы с собой берем. Иногда мы берем вещи, которые здесь мы ни за что не наденем, а там попробуем. Там меня никто не знает, нацеливших взглядов будет немного, страхов поменьше, вероятные, они будут другими. Вот. И в этом смысле, да, и все это про что? Все это про одежду. Все это про эмоции, да. Потому что, как заметила Эллен Сэмпсон, которая тоже приедет в Ереван 1-2 июня в своем эссе «За моё время одежды как носитель панте», да, одежда касается нашей кожи и облегает ее, обволакивает тело, запоминает жесты и другие формы взаимодействия с миром. Ну, действительно, да, надежды же остаются какие-то следы не только, ну, как бы, взаимодействия с нами, с нашим телом, с миром. То есть это вот к вопросу об архиве. Конечно, архив. Ну, и другой, да, тоже эмоциональный пласт, связанный с беспокойством общественным, да, по поводу моды. Потому что очень часто мода, она попадает в такой фокус критики, да, там, мод разоделся, да. Вот если он так нарядился, он же, конечно, не думает о серьезных вещах. Но как он может думать о серьезных вещах? Слишком нарядный, да, там, слишком модный. Это все не откуда-нибудь, а из советского журнала «Крокодилы», да. Потому что тогда мода все время попадала в фокус критики. Понятно, что стиляга не может быть хорошим работником, потому что, да, слишком много думает о своих обтягивающих брючках, да. И вот куда его дорога из Столеваров, конечно, куда-то еще. И вот это в преддверии 8 марта, мне очень понравилось это, я решила, я поняла, что вы празднуете очень серьезно этот праздник. И здесь, да, вот по случаю как раз это такой gender trouble, да, то есть такой гендерный переполог. Бабушка, хоть по случаю 8 марта надень ты юбку, а не брюки. Вот, и это, конечно, тоже такая история, которая приводит к беспокойству. Ну, мы действительно за много лет существования журнала провели, помимо вот тех двух конференций, о которых я сказала, еще много разных, да, в частности, сейчас вот посмотрим. Да, у нас было, это как раз и есть конференция 2016 года, посвященная десятилетию. Здесь работа, я очень люблю этого израильского дизайнера обуви Коби Леви, можете просто потом посмотреть его работы. Если вы издалека смотрите на эту туфлю, то это как будто кроссовок, к которому прилипла жвачка. А на самом деле, да, это каблук, да, причем очень устойчивый. Есть такой каблук. Вот, супер, это устойчивая, устойчивая, невероятно колодка и каблук, и вообще Коби знает свое дело, его обувь невероятно практичная, но при этом она вся очень интеллектуальная и с юмором, да, то есть он, так сказать, да, как бы делает обувь, в которой не скучно не только вам, но и окружающим, да, то есть они... И достаточно просто, да, купить пару от Коби Леви, а про одежду, ну, да, что-то черненькое, потому что уже лук будет совершенно готовый. Ну, мы сделали, да, еще совместно с Европейским университетом и конференцию, посвященную достоинству моде, много говорили как раз про труд в контексте индустрии, страх и мода, да, тоже была такая история в 2019 году. Во время пандемии мы провели онлайн конференцию, где было больше 50 участников со всего мира, мы начали в 10 утра по Москве, и начали мы с коллег из Австралии и закончили в 10.30 вечера в Москве с коллегами из Нью-Йорка, да, то есть мы вот так вот прошли, как там, наверное, вот так, я не понимаю, то есть это было, конечно, удивительное совершенно ощущение, да, что ты путешествуешь по миру, да, будучи в одном месте, я просто перед компьютером все это время просидела, у меня была самая долгая смена, да, такой шифт, вот, это было весело. И по следам сделали как раз сборник, где пытались осмыслить вообще опыт пандемии, и вот сборник «Новая норма» — это тоже один из наших таких, одна из книг в серии. Была еще конференция, посвященная, да, про материальность, тактильность и про то, насколько «Making matters» делали совместно с журналом «Closing cultures». И вот в 22-м году мы отменили запланировавшуюся колоквию похвала лохмотьям, как раз хотели говорить про моду ездить в Куизьяна, но как-то нам не хотелось говорить про лохмотья и ездить в Куизьяна 17 марта 2022 года, но вот мы очень надеемся, что 1-го, 2-го июня 23-го года в Ереване мы проведем конференцию, которая будет называться «Мода идентичности кризис, как мы создаем одежду, носим ее, заботимся о ней и о себе». На английском мне чуть-чуть больше нравится название, на армянском я не знаю, хорошо ли, но вот выглядит красиво. «Fashion cultures, identities and crisis making, wearing, caring». Нам в русском нужно было дополнять. Вот, что-то у меня почему-то два раза получилось, чтобы запомнили мы все наверняка. Там ошибка в армянском. Так, вот вы нам сейчас про это скажите, потому что надо будет потом исправить. Оль, говорят, что в армянском ошибка. Значит, нужно исправить. Нет, «никнерис» не «мейз массин», а «мейз массин», там одна буква лишняя, не «нита». И скобочка должна быть «нита». Не «та». Но вы нам подскажете, да? Да, подскажите обязательно, потому что не хотелось бы допустить ошибку в языке. Ну и, да, понятно, что мы будем осмыслять роль одежды, связанной с ней, в практике в периоды кризисов. И, в общем, на сегодняшний день вроде бы у нас более-менее понятна программа конференции. И я бы точно приехала. Точно я приеду, но если бы я не должна была приехать, я бы в любом случае приехала, потому что действительно, да, в программе будут и вот Анжела Янсен, и Элли Цемпсон, и Ленор Горалик приедет, и приедет Хейзил Кларк, директор программы, магистрской программы в области теории моды в Парсонс. Айесра Камора, тоже очень небезызвестные люди из области теории моды. И будет здорово, если, да, если мы все-таки соберемся все 1-2 июня, потому что планов у нас много. И у нас будут и участники из Армении, что тоже, мне кажется, замечательно. К нам пришло несколько заявок, и это здорово. Ну, я, да, хотела поблагодарить всех за терпение. Я понимаю, что можно бесконечно говорить о том, что ты любишь. И поэтому я себя все время бью по рукам. Здесь, ну, естественно, следите за нашими объявлениями на Телеграм-канале и на сайте издательства «Новое литературное обозрение». Но я все время все дублирую на своем канале в Телеграме. Называется «Fashion Series Victims» просто потому, что у меня есть еще подкаст «Жертвы моды». Так что, если вам мало того, что я вам сегодня наговорила, можете еще послушать наши разговоры с коллегами. Спасибо большое.